Призовой фонд в 3 миллиона рублей. Скачки в День народного единства прошли в конно-спортивном клубе «Зебра». В соревнованиях приняли участие 200 жакеев из Дагестана и соседних регионов. Все подробности в сюжете Ларианы Шамхалаевой. Вкусные угощения, ярмарка и гнеды из кокуны. В День народного единства в конно-спортивном комплексе «Зебра» многолюдно. До главного события праздника – скачек – прошли соревнования по конкуру. Милана Магомедова из Махачкалы занимается конным спортом с 12 лет. С ахалтикинцем Марисом в паре девушка работает год и уже есть результат. Поздравляю с общей победой. Спасибо. Мы тоже очень рады. Я не сомневалась в нем ни на секунду. Он тоже не сомневался в себе. Это крик победы. На третье место лошадь была спокойнее. И конь знал, что ничего такого в принципе не будет. Потом, когда он услышал, что он занял третье место, а не первое, он очень сильно разозлился. И поэтому 8 сантиметров он меня протащил, сказал, мы будем первыми. И мы заняли первое место. Я ни капли в нем не сомневалась. Подобные соревнования проходят в День единства народов Дагестана ежегодно. По словам организаторов, в отличие от прошлых лет, нынешние скачки проходят с большим количеством участников, в том числе и из других регионов. В первую очередь хотелось бы отметить большое количество участников. Конечно же, на это повлиял призовой фонд. Хотел бы напомнить общий призовой фонд. 3 миллиона рублей. То есть, получается, на каждый заезд это призовой фонд 300 тысяч. Конечно же, такая сумма не может быть не отмечена. Поэтому такое большое количество. Сразу бы отметил, более 200 лошадей прибыло на эти соревнования. И около 60 получается уже из соседних республик. Все это для того, чтобы люди все больше и больше увлекались этим замечательным видом спорта. В первом заезде победил участник с Карачаева Черкесской республики Роберт Чумаев со своим сэнсэем. Сэнсэя я в пятилетнем возрасте купил. В Москве на ипподроме он все, что возможно, все там выиграл. И дерби выиграл. Начиная с двух лет он не беспроигрышная лошадь. Это очень сильный боец. Нас не подводит пока. Пока планирую еще дальше выступать на нем. Гастер-приемный Дагестан. Первый раз участвуем в этапных скачках. Первый раз у нас в этом году. Только начали этим видом популяризировать, можно сказать. Сейчас планируется еще третий этап. У нас в Карачаево-Черкесии уже будет. А сейчас вот через две недели планируем поехать в Турцию на игры кочевника. Если пригласят, вот в следующий этап там будем бороться, если получится. За увлекательными соревнованиями наблюдало большое количество болельщиков, как взрослых, так и детей. Я учусь в школе. Сегодня у нас выходной. Решил провести этот день с пользой, с семьей. Пришел сюда на скачки. Очень нравится. Очень нравится. В Дагестане, конечно же, нужно, потому что наши предки тоже скакали на лошадях. А сам я, ну как сказать, конечно, не так профессионально умею скакать. Но в горах, как бы, для любителя нормально. Вот это кониспорт самый уважаемый любым спортом в моей жизни. Я сам в свое время очень в многих местах поскакал. У меня были лошади, были. На скачке участвую и болею. Здесь, которые скакают, они все мои друзья, знакомые. Я приехал сюда болеть за них, за их лошади. В перерывах между заездами желающие могли послушать нашиды известных дагестанских исполнителей. На мероприятии присутствовали и официальные лица. Гвоздем программы стала демонстрация различных элементов джигитовки. Акробатические трюки не оставили равнодушными зрителей. По результатам 10 заездов были определены победители и призеры. Все они получили денежные вознаграждения, кубки и медали.